здравствуйте уважаемые родители сегодня мы поговорим о проблеме которые сталкиваются довольно часто сталкиваетесь не только с маленькими детьми но и с детьми постарше и и скажем так знание этой проблемы и умение оказать первую помощь домашних условиях при этой этих заболеваниях она может кардинально помочь ребенку избежать очень тяжелых осложнений очень тяжелых последствий о чем идет речь речь идет о проблеме связанные с патология бронхов и легких а именно распознавание приступа астмы распознавание других заболеваний связанных с уменьшением диаметра бронхов напряжение их мышц и вот здесь иногда бывает что речь идет счет идет буквально на часы или минуты и умение ориентироваться в этой ситуации довольно часто может не просто помочь ребенку мы спасти ему жизнь и так самое главное не как бы пошагово мы с вами будем и дело разбирать и шаг 1 мы должны определить особенности острова приступа то есть речь идет вот о чем речь идет о том что у ребенка начинается кашель у него появляется свистящее дыхание ему становится тяжело вдохнуть и ну скажем в 50 процентах случаев это составляние состояние не является приступом бронхиальной астмы когда-то говорили о таком заболевание как косматический бронхит вот но сейчас немножечко изменили делу подход и ранняя диагностика таких симптомов говорят просто каком-то вот состоянии свистящего дыхания или скажем так свистящий кашель вот но правильно все таки говорить о свистящем дыхании как самостоятельным симптоме значит первый момент наиболее важный это раннее распознавание и вот здесь мы с вами должны понять что большинство приступов свистящего дыхания или бронхиальной астмы она начинается остров течение быстро в течение одного-двух дней и как только это появляется надо начинать раннее лечение и нечего ждать и смотреть во что это выльется здесь вы должны понять и запомнить следующее довольно часто когда смотришь такого ребенка с такими симптомами и говорит что скорее всего это приступ бронхиальной астмы родители начинают говорить о том что такого никогда не было это первый раз и так далее и так далее что не может быть ни у кого в роду нету вот ну а первым все когда-то начинается первый раз во вторых если покопаться в ситуации то мы найдем причину приведшую к возникновению первого приступа бронхиальной астмы первый приступ бронхиальной астмы он никогда не является единственным то есть он никогда не является последним всегда будет продолжение и вот как бы прелюдии или первым звоночком в этой ситуации может быть вот просто первые разы это такое независимо от состояния ребенка свистящее дыхание и вот для детей особенно для детей ослабленных особенно для детей живущих в условиях скажем климатической недостаточности кислорода это высоко над уровнем моря это где-то в гористой местности и так далее для них это особо важная ранняя диагностика и дальше мы с вами определяем момент по возрасту значит дети до года прежде всего да значит если острое свистящее дыхание возникает у ребенка до года то это очень серьезный симптом и если есть возможность нужно обратиться ближайший стационар где есть детское отделение потому что ребенку нужно в этой ситуации подачи увлажненного кислорода если есть возможность приобрести кислородную подушку то это можно сделать и дома в аптеках есть подушки как правило ну не знаю в каких регионах есть но по крайней мере это надо узнать вот и прежде чем дать ребенку под подышать подушку на на тубус выходящий из подушки нужно положить влажную марлечку то есть дышать нужно через влажную тряпку нельзя дышать сухим кислородом будет хуже кислород должен быть увлажненный вот это запомните сушить будет будет еще хуже кислород очень сильный окислитель и сухой он резко сушит слизистые поэтому вместо пользы мы увеличим спазм значит чтобы не ухудшить прежде всего нужно максимально увлажнить воздух это раз то есть это может быть буквально мокрые тряпки на полу это может быть какие то просто таз водой иногда ставят это может быть ингаляции горячим паром но об этом мы поговорим потому что чуть позже когда мы будем говорить о лечении там будут возникать ответы на эти вопросы все поэтому здесь будет пока мы говорим о первом шаге то есть о диагностике для детей старше по возрасту очень важно обращать внимание на помимо свистящего дыхания на такие симптомы как одышка и чувствительность или болевое ощущение в груди как это узнать достаточно вот так вот пальцем постучать у ребенка по грудной клетке и ребенок отреагирует как на боль плачем или толкнет руку или скажет что больно это скажем так симптом настораживающий кроме того в этой ситуации может ухудшиться речь то есть ребенок может говорить как то не так как он говорил раньше хуже учащается пульс увеличивается частота дыхания и вот на всем этом фоне мы с вами можем говорить о том что что это может быть ну помимо того что это может быть приступ бронхиальной астмы это может быть ряд других заболеваний как например такое заболевание которым почему-то немножечко забывают вот не выделяя его как-то речь идет о бронхиолите что это такое бронхиолит это воспаление самых мелких бронхов давайте вспомним немножечко школьную анатомию и я вам сейчас озвучу что трахея которая идет да в грудной клетки разделяется на два бронха каждый бронх разделяется еще на более мелкие бронхи и дальше вот если мы нарисуем так называемое бронхиальное дерево то в самом конце бронхи они будут очень мелкие то есть как корень растения идет да сначала стволы от него расходятся более мелкие корешки еще более мелкие и наконец самые мелкие корешки самые мелкие бронхи которые называются бронхиолы и вот когда эти бронхиолы воспаляются вот мы видим ту картину о которой мы собственно говоря и начали то есть вот это вот свистящее дыхание боль в груди одышка и нарушение речи и так далее и так далее дальше следующее заболевание которое может так протекать с такой клиникой это воспаление легких значит при воспалении легких мы если внимательно послушать посмотреть за ребенком мы можем увидеть очаги которые не совсем работают то есть допустим когда он вдыхает грудная клетка плавно поднимается какая-то часть может западать не поднимается да кусочек это говорит о том что там есть очаг поражения это воспаление легких значит отличать вот такие вещи бронхиолит пневмонию надо вот так называемого ложного крупа или ляринготрахеита что это такое это спазм гортани когда сужается гортань воздух выходя он тоже выходит со свистом и получается и входит со свистом то есть там затрудненный вдох и получается то же самое свистящее дыхание вот ложный круп или острый ляринготрахеит заболевание требующее молниеносного вашего вмешательства потому что отек гортани который нарастает на фоне спазма он очень быстро может привести к перекрыванию дыхательных путей ребенок может просто задохнуться вот здесь мы остановимся потому что острый ляринготрахеит возникает гораздо чаще чем скажем приступы бронхиальной астмы а мероприятия которые нужно проводить сразу они требуют вмешательства их нужно проводить именно сразу итак как определить вернее давайте сначала поговорим почему это возникает острый ляринготрахеит или ложный круп потому что истинный круп возникает при заболевании которое называется дифтерия и заключается он в том что гортань перекрывает пленки дифтерийные микроб дифтерийная палочка выделяет пленки вот эти вот секрет образующийся от этого микроба он превращается в пленку жесткую густую эта пленка перекрывает просвет гортани это истинный круп то есть когда нет пленок это просто спазм гортани возникает такое заболевание как ответная реакция на вирус любой но не у всех чаще всего это у детей аллергиков у детей ослабленных у детей у которых присутствуют аденоиды в носу вот соответственно повышая аллергический фон и скажем так имея источник постоянного заражения постоянного бактериального носительства вот на этом фоне любое вирусное заражение любой вирус острый респираторный может привести к отеку спазму гортани и возникновение ляренготрахеита при ляренготрахеите помимо того что кашель сухой и лающий при вдохе возникает очень характерный звук сейчас я его изображу если вы слышите что ребенок у вас кашлят примерно так на фоне сухого кашля дальше тяжело вдохнуть где-то может быть чем-то похоже на коклюш но гораздо чаще возникает вот такой кашель это сигнал тому что нужно принимать экстренные меры самое первое что вы должны сделать это следующее вы ну помимо того что проветриваете комнату открываете окна ставите таз с водой вы делаете следующее вы в ванной комнате открываете кипяток в ванне значит кипяток течет ванна заполняется паром и после того как пар наберется определенную концентрацию высыпите в эту ванну ну где-то 5-6 столовых ложек соды и заходите в это помещение с ребенком при закрытых дверях то есть вы попадаете в такую как бы да паровую сауну где ощущается запах соды вот это вот и там находится ребенком пока не пройдет приступ в этой ситуации очень быстро начинается подать отек это первая самая простая самая превентивная мера которую вы можете сделать при вот остром ляринго трахеите или остром лярингите вот не дожидаясь всего и вот здесь иногда спрашивают а вот вот он так кашляет а надо делать не надо делать не надо спрашивать нужно сделать даже если это просто сухой кашель хуже не будет это вам поможет поэтому вот услышите меня и используйте это в тех случаях когда вам даже показалось что ребенок вот у ребенка такой сухой кашель на этом первая часть нашего разговора заканчивается и скоро мы вернемся в студию продолжим рассказ о заболеваниях бронхорокочной системы поэтому как говорится не переключайтесь и до новых встреч 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 до новых встреч